Короче говоря, пятница. Мне звонит Серёга. Гоу-раз, братан, там всё круто, чётко. Я, естественно, мазался, мне не хотелось играть, но вот после одной фразы... Ты чё, не мужик, что ли? В раз тебе одни мужики залипают, понял? Ну, естественно, я мужик. Вздохнул и начал скачивать игру. Запустил, задумался. Может быть, удалить игру? Пока не поздно. Ну, чё, подумаешь, ну, друг никому не расскажет. Захожу на сервер. Жду. Пять минут ждал. Ещё пять минут. Ещё пять минут. Звоню Серёге. Говорю, почему? Что за дела? Почему я так долго соединяюсь? Да, братан, там очередь. Можно подключаться очень долго. Час, два, три. Ну, естественно, я психорон отменил этот чёртов поиск. Думаю, надо что-то сделать попроще. Выбрать какой-нибудь простой сервер, где можно просто поиграть. Выберу ПВЕ сервер. Думаю, я узнаю все. Азы. Раз, да. Всё, я в игре. Только ночью. Что же делать? Я боюсь темноты. Чёрт выбери. Дааа, что делать? Ааа, не знаю, не знаю. Но в первую очередь я осмотрелся. Десять минут я осматривался с надеждой на то, что скорее настанет рассвет. Но нет, не тут-то было. Пришлось открыть инвентарь. Посмотреть. Покрутить персонажа. Подумать. Ага. Что с ним можно сделать? О, можно голым. Хм. Я думаю, мы срабатываемся. Блин, я научился факел зажигать. Это круто, конечно. Но я никогда не выживал в лесу. Я никогда не был в лесу, чёрт побери. Особенно ночью. Что же делать? Я надеялся, что попадется хоть какой-нибудь NPC. Или какой-нибудь игрок, который супер прямый игрок. И подскажет, и даст мне очень много лута. Но никого не было. Я один. И я в одиночестве. Узнал, в какой клавиши открывается карта. Посмотрел, взглянул. Увидел, что очень далеко. Чёрт побери, да я на окраине. Всей окраине, которая существует. Чё делать? Берём яйца, короче, в кулак. Было очень больно. Не повторять. Собирал грибы. Собирал картошку. Думал, что делать дальше. Я собирал камни. Я собирал руду. Я становился сильнее и ещё раз сильнее. Увидел машину. Обрадовался, услышав звук бензопилы. Думал, сейчас мне жители помогут дать у дропика. Я не понимаю. Чёрт побери, что происходит. Почему меня убивают? Я смотрю жалобно в его глаза. Я не понимаю, что происходит. Сука, я умираю. Звоню Серёге. Наезжаю. Что за дичь ты мне подсунул? Даже на ПВС-сервере меня убивают. Чёрт побери. Смеётся надо мной. Братан, ты походу на сервер зомби зашёл. Ладно, я возродился. Пошёл дальше. Уже рассвет. Хоть плюс в этой смерти есть. Чёрт побери. Нашёл чей-то недостроенный дом. Только фундаменты и ящики. Попробуй-ка я что-нибудь раскрыть. Попробуй выкрасть. Я ведь русский. Ага, всё закрыто. Ничего не могу открыть, чёрт побери. Блин, я так надеялся. Я очень надеялся, что я что-то хоть найду в этой грёбаной развалюхе. Я расстроился. О, ну тут же обрадовался. А, прикольно. Можно оседлать лошадь. Вау. Хм, засунул голову в текстуру. Не понял. Ну ладно. Не обратил на это внимания. О, я словно комбой. Я лечу. Я скачу. Вау, как же это прекрасно. Ветер колышит. Гриву коня им. Ух ты, какая тень шикарная, чёрт побери. Решил сделать трюк. Как в фильме. Перепрыгну через преграду. Нажал пробел. Прыгнул. Трюк не удался. Бегу до лошади. Я скакал так, как не скакал никто. Остановился. Увидел тыкву. Какие-то разные растения. Подобрал. Думаю, ага, пригодится. Вдруг можно что-то использовать. Кукуруза. Выживание всё-таки. Покушал. Открыл адвентарь. Думаю, можно ещё что-то сделать с этой тыквой. Кликнул правой кнопкой мыши. Вау, какой же я красавчик. Я словно всадник без головы с этой тыквой на голове. Хм, снял трусы. Посмотрел на себя. И вижу, что это какой-то супер новый блокбастер. Сел на коня. Посмотрел на себя. Ага, но думаю, сработаемся. Лошадь подтвердила. Скачу. Никого не замечаю, никого не трогаю. Не понимаю, кто на меня нападает, почему я упал с лошадью. Я умер. И снова, чёрт побери, я умер. Я понял, что меня убил медведь. Пока я играл, наступила ночь дома. Мои дети уже спят. Беру телефон, звоню Серёге. Рассказываю Серёге, что скакал на коне. Нашёл тыкву. Поел тыкву. Одел тыкву на голову. Снял трусы. Сел на коне. Он начал угорать. Я говорю, что это не всё. И я поскакал дальше. Вдруг меня убивает медведь. Серёга сказал, что медведь красавчик. Я согласился. И продолжил играть. Увидел снова машину. Огляделся. Посмотрел, что никого нету. Никаких людей бензопилой. Посмотрел. Увидел патрона. Ага. Обрадовался этому. Значит, где-то должно быть оружие. Стал осматривать машину. Вижу. Может быть, оружие в бочке. Попробуем побить. Разбить камни в бочку. Бьём. Наслаждаемся. С надеждой. Коварством. Я думаю, сейчас всё будет. Я нахожу верёвку металлом. Твою мать. Ого. Мы нашли уже зимнее время. Твою мать. Я же в одних трусат. Но ничего страшного. Плюс ещё радиация. Чёрт побери. Но ничего страшного. Ничего страшного. Тут главное не паниковать. Мы очень сильные. Мы не замёрзли. Мы все сможем. Хоть и идём босиком в трусах в одних. Но мы очень сильные. Мы сами по себе. По крайней мере, мне всегда так говорит мама. Увидел какую-то старую забитую подстанцию. Угу. Ящички. Думаю, сейчас оденусь. Найду что-то здесь. Очень интересно. Но нахожу опять всяких лам, которые нельзя использовать. Хм. Мне подошла голая девушка. Я посмотрел на неё. Посмотрел на грудь, посмотрел на низ. Она мне за это скинула ледорог. Боже мой. Как же это всё очень просто. Надо об этом рассказать Серёге. Ну что. Открываю инвентарь. Конечно же я одеваю. Хочу посмотреть на себя со стороны. Как я очень эффектно и красиво выгляжу в нём. Боже мой. Да я сексуальный в трусах и с ледорогом. Нашёл какой-то грёбаный инкубатор. Решил переработать весь свой хлам. Угу. Кровь не берёт. Прекрасно. Кидаю всякие мусоры интересные. Железяки, барабяки. Всё перерабатывается. Наконец-то включилось. Я думаю сейчас мы что-то интересное получим. Ну вот практически я всё переработал. Получаю какие-то камни. Получаю какие-то железки, деревяшки, толстяшки. Не поднимаю что происходит. Теперь куда их использовать. Что делать. Звоню снова Серёге. Звоню Серёге. Рассказываю про голую тёлку. Смеётся. Угорает надо мной. Угорали вместе. Прекрасно. Рассказываю, что нашёл версток и перерабатываю. Ага. Что с ним делать. Слушай внимательно. Угу. Спрашиваю. Интересуюсь. И конечно же он рассказывает очень интересную, полезную информацию. В которой я совсем ни хрена ничего не понимаю. Но всё же соглашаюсь. Угу. Задумчивый взгляд. Хер с ним. Разберёмся сами. Угу. Побегал. Подумал. Угу. А ведь надо строиться. Это ведь всё-таки же выживание. Чёрт побери. Я начал рубить своим каменным топором. Промахиваюсь конечно первый раз. Пытаюсь бить. Разбиваю дерево. Я чувствовал себя непобедимым. Я чувствовал себя просто настоящим богом. Чёрт побери. Я сломал дерево. Ну что ж. Наконец-то я накопил много дерева. Сейчас начну строить фундамент. Строить свой дом. Чёрт побери. Какой же я идеальный строитель. Хм. Он под землей. У меня фундамент под землей. Ёх твою мать. Ах. Видел бы меня мой папа. Он бы меня убил. Чёрт побери. Наконец-то мы закончили с фундаментом. Сейчас мы будем возглавлять стену. Ставить грёбаную стену. Никто не будет видеть, чем мы занимаемся. Наконец-то мы дошли до дверных проёмов. Всё. Прекрасно. Окошечко. Окошечный проём обязательно нужен нам. Куда же без окна-то? Чёрт побери. В темноте же мы не будем. Ведь мы боимся темноты. Теперь пусть попробует. Только скажет, что я какой-то рукожоп. Чёрт побери. Вы видели? Нет. Вы видели, как я общий строй? Я просто восхитительный бомбо-строитель. Чёрт побери. Хм. Надо похвастаться. Позвоню-ка я отцу. Позвонил отцу. Сказал, что один построил дом. Полностью выстыл стены, фундаменты, двери и оконные проёмы. Пока без крыши. Буквально за пять минут. Он не поверил. Он сказал, что я криворукий пиздобол. Напомнил мне про кирпичную трубу. Я сказал, что это в игре. Он надо мной посмеялся и бросил трубку. Обидел. Задумался. Сплакнул. Ещё раз задумался. Но ничего страшного. Установил дверь. Бля, я красавчик. Поставил электронный замок. Естественно, свинел. Пин-код. Устал. Решил подышать воздухом. Защемило дверью. Чёрт побери. Чё же делать? Куда делать? А, можно уже просто закрыть. Прекрасно. Пойду подышать воздухом. Решил поставить табличку. Так скажем, выделить себе. Вдруг кто-то придёт в гости и будет знать, кто здесь находится. Решил написать имя канала. Пишу. 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 Чёрт побери. Стираю. Как стереть обратно? Я не знаю, что поделать. Опять очищаю. Беру. Пишу. Штрих. Пишу. Твою мать. Чёрт. Штрих. Я хочу зелёный. Да, сука. Как это всё сделать? Удалить их. Да какая н? Твою мать. Я начинаю паниковать. Я начинаю злиться. Всё. Да. Опять ахэ. Я хочу удалить. Раз. Всё. Я настроен только на победу. Берю зелёный цвет. Твою мать. Да. Я начинаю опять психовать, разрывать всё. Мышка бегает по углам, по краям. Чёрт побери. Но вроде как всё идёт, идёт, идёт. Тут главное осторожность. Ровненько, ровненько, аккуратненько, аккуратненько. Похеру, похеру, похеру. Главное, чтобы просто буквы влезли. Всё. Наконец-то. Я справился, сука. Ну всё. Наконец-то я закончил ремонт. Ящики стоят, шкафы стоят. Всё стоит. Всё очень круто. Я думаю, теперь стоит это всё отметить. Создать, поставить мангал. Я думаю, победу надо отметить. Я сделал мангал. Поставил его за домом. Естественно, я его поджёг. Попробовал. Хоть и мяса нет, но решил посмотреть, как огонь горит. А горит он очень прекрасно. Да. Он сам открывается. Это очень круто и очень современно. Забрал дерево, ушёл. Прекрасно. Всё. Я готов. Ну и остался для финала последний штрих. Конечно же, поставить диван. И насладиться всей своей красотой, своей проделанной работой. Блядь. Сука. Нету крыши. Что же делать? Ага. Тут главное не паниковать. Решил выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Блядь. У меня же нету крыши. У меня и так свежий воздух везде фонит. Закрыл дверь. И снова яйца свои решил взять в кулак. Как я и говорил, не повторяйте. Это очень сильно больно. Вдалеке я увидел друга. От товарища решил подойти и познакомиться поближе. И увидел, что он очень агрессивно ко мне относится. Ещё бежит сирпом. Твою мать. Да что ж такое это, сука. Решил его выстрелить самодельным пистолетом. Чёрт побери, он не стреляет. Это не пистолет. Твою мать. Что же я сделал такой? Просто тратил ресурсы на бесполезную вещь. Ты стал ледоком. Решил его ударить. Твою мать папы практически не отнимаются. 9, 8, 7, 6. Пытаюсь убежать домой. Но всё. Не успел. И пал я тут, сука. Смертью храбок. И у меня тут паника. Я весь на взводе. И снова звоню Серёге. Говорю, ты что за хрень? Мне посоветовал твою мать поиграть. У меня всё горит. Это невозможно. Просто меня снова убили. И прямо возле дома. Я его в ответ. Он меня в ответ. И я не знаю, что поделать с этим. У меня просто нервяк. Ты понимаешь? Серёга просто надо мной угорел. Я просто был в бешенстве до ужаса. Так. Ну всё. Прошло 5 минут. Я успокоился. Думаю, сейчас я живу. Возле дома встану и закину все свои вещи в сундучок. Ага. Но не то-то было. Я появился в каких-то ебенях. Опять в какой-то непонятной пустыне. Смотрю, что я не могу найти весь себя на карте. Чёрт побери. Да, сука. У меня опять снова начинается грёбанная паника. Ага. Всё, всё, всё. Эти нервы. Снова у меня всё горит. Всё у меня всё горит. Я просто, сука, заканчиваю игру. Короче говоря, я поиграл в рост.